Всем привет! Сегодня 12 января, Московская область. Хочу вам показать семена, которые буду высевать в сезоне 2024. В основном я уже все купила, если что-то буду докупать, это так по мелочи. У меня в этом году будут изменения в выращивании и овощей, и цветов. Я очень сильно сокращаю объем рассады. Даже в теплице, в томатной, где я выращиваю только высокорослые томаты, в этом году будут совместные посадки. Но об этом я расскажу и буду показывать уже весной. Ну а сегодня обзор семян. Что буду выращивать? Начну из томатов, с наших любимых. Здесь есть томаты, которые я выращивала уже не один раз, некоторые каждый год. Фотографии я буду прикладывать свои, но новинки томатов я фотографии буду брать из интернета. Так, Сержант Пеппер. Давно я его не выращивала, года два назад. Томат, наверное, я его сеяла. Значит, в этом году решила повторить. Семена, конечно, уже свои. Хороший, вкусный томат с фиолетовыми плечиками. Сладкий касади, это любимый томат, сорт сына. Для него выращиваю. Это такие пальчики с красными, с золотыми штришками. Значит, грибышки красные. В прошлом году это была новинка для меня. Красивые, крупные томаты, вкусные. Мне понравились. В этом году буду тоже выращивать. Южный загар. Висеваю каждый год уже на протяжении, наверное, лет семи или восьми. Это оранжево-плодный вытянутый томат. Очень вкусный. Амана оранж. Я его не высевала, наверное, тоже года два. Решила повторить. Это крупный оранжевый биф-томат. Очень тоже вкусный. Средний, спелый. Семена уже тоже свои. Черное сердце от Борисовны. Это сердечный коричневый шоколадный томат. Каждый год его тоже выращиваю. Вкусный, крупный. Ирландский ликер. Тоже хороший томат. Это зеленоплодный. Каждый год его выращиваю. Семена уже свои. Алиский нос. Это тоже томаты. Это уже выращиваю, наверное, года два или три. Уже не помню. Это оранжево-плодный, желто-плодный томат. С таким носиком. Вкусный, красивый и крупный. Так, здесь уже... А, вот тетя Анна. Тоже каждый год я его выращиваю. Крупноплодный. Красный томат. Очень вкусный. Восторг Мео. Это семена... Мы менялись зрительницей канала. Еще в 2019 году я его никак не посею. Вот в этом году я его буду пробовать. Новинка для меня, в общем. Если что-то из новинок вы выращивали, пишите, как вам. Томат Сан Марцана. Это невысокий томат. Он буквально, наверное, сантиметров, может быть, 60 максимум. Или 80. Эти томаты я покупала и выращивала только с одной целью. Это для вяления. Он идеально, друзья, подходит. Я уже много раз о нем рассказывала вам. Вот. И в этом году у меня уже закончились вяленые томаты. Поэтому вот решила посадить. Но не знаю. Еще под вопросом, честно сказать. Но если решу, то посажу. Сан Марцана. Красные такие томаты. Они очень толстостенные. Чуть-чуть пустоватые. Ну, в общем, идеально подходит для сушки и для, как я уже сказала, вяления. Дальше томат черри парпора. Выращивала его в прошлом году. Остались семена. Это гибрид уже, конечно. Это черри красные. Очень урожайные. Сладкие. Ну, единственное, чтобы они вызрели на кустах. Очень вкусный томат. Кистевой. Томат требус. Похож на парпора. Но сами плоды чуть помельче, чем у парпора. Тоже красные черри. Супер урожайный. Куст красивый. И введу его в три ствола. Урожайность просто колоссальная. Но тоже нужно дать созреть на кустах. Тогда он очень сладкий. Дальше новинка. Томат болгарское чудо из Минусинска. Вот новиночка. Фотографию поставлю из интернета. Посмотрим. Ну, рекомендовали. Вот эти томаты. Это все по рекомендации. Томат коршин огромный красный. Вот. Вы заметили, что я в основном много сажаю красный. Не в основном, а достаточно много. Просто красные они идут на все. И для закруток, и для соков. И все-таки классический красный цвет. Томат коршин красный. Огромный красный. Вот тоже буду смотреть, что это за томат. Томат вычая сумка Ребекки Себастьян. Вот такая тоже новинка для меня. Посмотрим, что вырастет. Ну, хвалили. Немецкое сердце Гомера. Это томат я тоже выращивала уже на протяжении лет трех. Красный томат. Сердцевидные. Тоже урожайные. Мне нравится. Кстати, я его выращивала в открытом грунте. Тоже отличный урожай дает. Эти томаты я все выращиваю в стеклянной теплице. Без обогрева. Дальше перцы. По перцам у меня немножко получилось. Знаете, что мне зрительница присылала конверс с семенами. И там сладкого перца. И достаточно много. И вот, представляете, я эти семена найти не могу. Я не знаю, куда они делись. Прям пропали без вести. Ну, вот, что есть, то и посажу. В общем, лися красная. Очень красивый, вкусный, толстосинный томат. Лися оранжевая. Точно такой же, только оранжевого цвета. Перец сладкий айварский. Это уже все семена свои собраны. Потому что я выращиваю не первый год. Айварский вообще выращиваю лет 7, наверное. Идеальный красный перчик. Чуть вытянутый. Стенка у него средняя. В основном я его сажаю. И для фаршировки он, может быть, не очень подойдет. Потому что он узковат и длинноват. А вот для запекания идеальный. Вот на мангале для салатов. И для заморозки. Я потом... Копченый он получается в заморозке. Отличный перец. В общем, я его очень люблю. Он очень вкусный в свежем виде. Перец Алексия Ницца. Это гибрид. В прошлом году заказывала и сажала. Или позапрошлом году. Семен достаточно много. Поэтому не на один год хватает. Перец Милдред. Тоже отличный перец. Красный. И перец Тамерлан. Это тоже крупный красный перец. Вот такие перцы. Ну и из декоративных, конечно, я посажу Сириус. Я в прошлом году его выращивала. И перец Кустарниковой Конфетти. Я просто оставила бумажки от них, пакетики. А так у меня, конечно, уже собраны семена свои. Сириус он сначала вот такой фиолетовый, как действительно показано на вот этой фотографии. А потом он краснеет. Превращается вот в такой красный. Получается, что на кусту и вот такие фиолетовые плоды. И полукрасные фиолетовые. И вообще красные. В общем, интересно смотрится. И вот этот перец Конфетти. Тоже красивые такие бусинки. Мне нравится. Есть у меня еще один вытянутый такой перчик. Тоже мелкий. Так, дальше что у нас? Шпинат, конечно же. Это ранней весной. Как только позволит погода, я сею все в теплицу. Причем рассадным способом. Это я уже делаю, наверное, на протяжении года два или третий год будет рассадой. Все высеваю в плошку, потом рассаживаю в теплице, в грядке, вдоль бордюра грядки. Такие шикарные листы жирные получаются на расстоянии, что одну розетку сорвал и салат сделал. А когда его сеешь просто семенами, конечно, все это скученность и он мелкий получается. А так действительно здоровский шпинат получается. Матадор – это классика. Дальше по зелени – это, конечно, базилик карамельный. Это семена уже свои. Кстати, очень вкусный базилик. Такой у него аромат интересный. Его даже в варенье можно добавлять, в пастилу можно добавлять здоровский. И еще базилик куплю зеленый. Потому что я фиолетовый не очень. Он и в заморозке не очень смотрится. И в блюдах он темноватый такой. А вот зеленый – он как зелень. Петрушка корневая посею. У меня нет петрушки. Кориандр бородинский тоже высеваю. Эту всю зелень я высеваю ранней весной. Также ранней весной буду сеять редис вдоль грядки по бордюру. Селеста, сора, черри – это самые любимые мои гибриды. Что мне нравится, что верхушка небольшая. А то обычно, ну необычно вообще бывает, что такие большие лопухи, листья много места занимают. И корнеплод небольшой. А здесь и корнеплод хороший, и листьев мало. В общем, так. Ну, конечно же, я буду сеять свой любимый салат. Это мешутка. Тоже рассадным способом. Сначала в контейнер, потом вдоль грядки. И получается вот точно такие же листы, розетки, как вот вы видите сейчас на картинке. Это такой маслянистый салат из типа ромен. Горечи нет, но когда он совсем уже в цвет пойдет, тогда горечь появляется. Так, замечательный салат. Мне очень нравится. Выращиваю уже, наверное, года три или четыре. Самый лучший салат. Больше, в принципе, никакой не покупаю. Ну, это, конечно, укроп. Но это не весь. Еще у меня где-то есть укроп. Так, в этом году буду сеять один пакет дардонь. Это морковь моя любимая. И один пакет барбузин. Это свекла. То есть посадки будут значительно сокращены. Сеять буду только для себя. Ну, что-то угостить. А то я выращиваю в очень больших объемах. И потом все это раздаю. А мне целое лето я за этим всем ухаживаю. Поэтому решила, что для себя остальное, что станется, это угостить. Горох, конечно, овощной. Дети его обожают. Для детей он и сеется. Что-то если перерастает горошек, зерна, то я замораживаю и добавляю в зимние супы. Тоже здоровски. Ультраскороспелый купила. Шесть недель. Вот такой горошек. Конечно же кабачки. Кавили. И еще у меня есть зеленоплодный. Где-то на столе не найду. Это, наверное, у меня в этом ящике. Кавили каждый год сажаю. И еще зеленый. Кабачок тоже сажаю. Тыкву. Мурашки. Это декоративная. Тоже стараюсь каждый год выращивать. По-моему, в прошлом году я декоративную и не вырастила. Но в основном для декора в доме. Я люблю, когда тыква находится. И для поделок в школу и в сад. Тоже здорово. Кстати, вот делала вот с такой тыквой я как-то поделку. Разрисовывала. Там интересно получилось. И мы заняли, по-моему, второе место по поделкам осенним. В общем, как-то так. Буду сеять всего лишь один пакет капусты. Это Монако. Брокколи. Брокколи мы любим из всех капуст. Ее больше всего. Я в этом году заморозила 10 трехлитровых пакетов брокколи. И мы их уже почти все израсходовали. По-моему, один пакет только остался. Ну, в общем, посажу. Здесь всего лишь 10 штучек. Как правило, с 10 у меня всегда всходит 9. Вот этого будет достаточно. Вот этот гибрид, это скороспелый гибрид, но он не дает боковых вот этих отростков. Поэтому я решила так мне срезать основной качан и убрать вот эту всю зелень. Выкинуть. Вот и все. Так что из капуст только брокколи. Огурцы в теплице выращиваю. Это огурец Витич. Выращиваю уже его несколько лет. Дальше Трилоджи. Тоже года 3-4 я его выращиваю. Салон. Осталось 2 семя. Досею. Тоже хороший огурец. И огурец Бьерн. Тоже каждый год их выращиваю в теплице. Огурец изумрудный поток. Ну, это из серии китайских. Один куст я всегда высаживаю тоже в теплице. Одного куста достаточно, чтобы накормить небольшую семью. Потому что они такие большие, высокие и очень урожайные. Эксибишн. Одну пачку всего лишь купила. Буду высевать. Сколько взойдет, столько и буду высаживать рассады. 0,5 грамм. Лук на зелень. Параде. Тоже люблю этот лук. Часто его высеваю. Хорошая зелень у него. Не образует вот эту луковицу. Ножка только белая. Очень урожайный. Срезаю, еще он так быстро отрастает. Мне он нравится. Это, по-моему, Параде. Это голландская линия, насколько я помню. Так. Вот здесь мне прислали тыкву. Это тыква крупноплодная. Малыш. 486 килограмм. Была выращена. Вот семена. В этом году я все-таки пока думаю, хочу, по крайней мере, вырастить опять тыкву-гигантика. Это семена от победителя. В этом году конкурс тыква-баттл был. И эта тыква победила. Сама крупная была. 486 килограмм. И я попросила, мне прислали семена победителя. Вот. И хочу вырастить в этом году. Это красивая оранжевая такая тыква. У меня была белая тыква. А это оранжевая красивая. Ну, посмотрим. Пока настроение посадить есть. А там уже, как придет лето, посмотрим. Так. Ну, давайте теперь цветы. Бархатцы. Бархатцы серии антигуа. Желтые, лимонные и оранжевые. Здесь мало семян, конечно. Сколько они здесь кладут? Сейчас посмотрим. Наверное, штучек по 10 или по 5, да? А, по 5 штук здесь всего лишь. Смотрите, написано. По 5 штук. В общем, 15 семян из 3 пакетов. Ну, как правило, они всходят хорошо. Но посмотрим. Я бархатцы сажаю только возле теплицы. Ну, то есть в зоне огородной. Я не люблю бархатцы в цветниках. Поэтому они у меня где-то вот в огороде. Здорово смотрятся. До самых морозов. Так. Ну, и цветов у меня тоже очень мало в этом году. Это лобелия. Я лобелия очень люблю. Причем кустовую. Я ампельную не сажаю уже много лет. Люблю кустовую. И лобелию серии Ривьера. Я всегда покупаю. Каждый год. Поэтому вот. Миднайт Блю. В этом году, кстати, лобелия. С лобелия немножко туго. Я обычно покупаю голландскую, американскую серию. Линию. А в этом году вот как-то я не могла найти. Вот пришлось даже партнера купить. Блю Ай. Почему мне нравится Ривьера? Ривьера именно серия. Она очень ранняя. Хорошо всходит. В капсулах мне нравится. Здесь вот по сколько штук. 10 дрожжей. 10 дрожжей. Ривьера Sky Blue. Вот как она есть. Вот на фотографии такого голубого красивого цвета. Такая она и есть. То есть, знаете, бывает, берешь, она голубая, а вырастает там синяя, такая фиолетовая. А это именно вот голубого цвета, как она на картинке. Мне нравится. Она очень. Два пакета купила. Сколько здесь штук у нас? 8 мульти дрожжей. Ну, обычное мульти дрожжей по 4, по 5, по 7 штучек запечатано. Ривьера Лилак. Тоже высевала ее каждый год. Она красивая. Прямо вот как на картинке такого цвета она и будет, если вы посеете. И Ривьера Роуз. Кстати, вот этот цвет я первый раз буду сеять. Она такая ярко-розового цвета. С глазком забила. Посею, посмотрю. Так. Я ее высаживаю и в открытый грунт, и в кашпо. Значит, купила для цветов Это таблетки для цветов. Это для ривьеры. Для лобелии. Буду высевать здесь, ну, по несколько штук я обычно всегда. По три мульти дрожжей в одну таблетку. Таблетка это размером 41 сантиметра. 4,1 в общем. Два пакета. Мне как раз вот хватит, чтобы посеять всю эту лобелию. Очень удобно в таблетках. Так. У меня еще есть семена достаточно, ну, Большое количество я собирала. Это астроальпийская. Это аквилегия. И черная, и обычная махровая. В общем, смесь ассорти. И также собирала камнеломку. Розовую, красно-розовую и белую. Вот у меня семян еще достаточно много осталось. Вот кому нужны семена, вот этих растений. Есть еще растения у меня там. Семена я собирала сама. Домашние семена, в общем. Есть излишки перца, семена и томатов. Заходите в телеграм-канал. Если кому-то нужны семена, пишите. Там есть и фотографии у меня. Посмотрите в ленте. И подписанные, какие сорта. В общем, кому нужны, пишите. Я еще купила препараты, которыми буду пользоваться в этом году. Но это я уже следующее видео сниму, чтобы здесь уже не мешать все в кучу. Препараты, кое-какие удобрения у меня там есть. Поэтому буду вам показать в следующем видео. Вот, в принципе, у меня на сегодня все. Еще раз повторюсь, заходите в телеграм-канал, подписывайтесь. Если кому нужны семена, я вам приобретайте. Есть еще они все свежие. Я собирала в прошлом году, получается, летом в прошлом сезоне. Кстати, кто уже приобрел у меня семена этих растений, цветов и перцев, и томатов. Насчет вот этих конкретно цветов, я вам скажу, что есть у меня видео, как я их сеяла в прошлом или позапрошлом году. Я оставлю здесь, под этим видео, в информации под этим видео, ссылки на свои видео, как я высевала эти цветы. Если кому-то поможет, заходите, смотрите. Потому что всхожесть была очень хорошая. Ну, способ, так сказать, проверенный. Все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!